Милена Завойчинская. Струны волшебства. Книга первая. Страшные сказки закрытого королевства. Глава первая. Мама, Гаспар приехал! В ужасе ворвалась я в покой отца. Тут же вспомнила, что мне не подобает носиться, словно я простолюдинка, выпустила из пальцев подол черного траурного платья и спешно расправила его, украткой покосившись на завешенное зеркало. Явился ублюдок! Мама сжала зубы и бросилась в коридор, чтобы выглянуть во двор замка, а я побежала за ней. Оттуда уже доносились громкое ржание лошадей, язычный гогот пьяной разудалой компании. Мой беспутный единокровный брат, бастард, нагулянный отцом от одной из служанок еще в юности, задолго доженить бы на моей матушке, ныне графине Альенде Дас Рези, верховодил своими приятелями и подпевалами. Судя по их бурному веселью, они уже праздновали. А больше всех ликовал он, Гаспар. Тот, кого я по малолетству искренне любила, считая братом, пусть всего лишь единокровным, незаконно рожденным, но братом, родной кровью. Увы, так считала лишь я. А ему притворства хватило ненадолго, только до первой стычки с отцом относительно наследства и титула. Мне тогда было шесть, Гаспару двадцать пять. И когда папа ему прямо сказал, что наследницей стану я, законно рожденная дочь, единственный ребенок, появившийся в браке с обожаемой женой. Вот тут-то и закончился шаткий мир между детьми графа Дас Рези. Гаспар еще готов был терпеть искреннюю привязанность малолетней сестрицы, родившейся от ненавистной мачехи. Но не то, что титул, земли, состояние уйдут к мелкой мерзавки. С того разговора не проходило ни одной нашей встречи, чтобы я не получала толчка, щепка, подножки, случайно опрокинутого на мое светлое платье вина, едкого оскорбления или шепотка, что я сдохну, как нищенка, а ушон об этом позаботиться. Причем делал это так, чтобы никто не видел. Недостойны мужчины. Недостойна аристократа, пусть и незаконно рожденного, но признанного официально. Недостойна человека вообще относиться так к девушке, тогда еще девочке. А потом он стал много пить, кутить, играть в карты, связался с нехорошей компанией. С тех пор минуло десять лет, и вот нашего отца не стало сегодня ночью. А с утра пораньше приехал Гаспар. И судя по тому, как веселится его пьяная свора, праздновали они уход графа Дас Рези, с той минуты, как в город прискакал посыльный папы. И совсем не спешили в замок. Хотя граф хотел проститься со старшим сыном и отправил нарочного, сообщив, что до рассвета едва ли дотянет, но хочет увидеться до того, как испустит последний вздох. — Рэмина, ты все помнишь? — повернулась ко мне мама, трясущимися руками, поправляя растрепавшиеся после бессонной ночи у одра умирающего мужа волосы. — Да, но, мам, он не посмеет, ведь завещание! — Рэми, милая! — мама глубоко вдохнула воздух и медленно выпустила его сквозь зубы. — Ты ничего не забыла? — Родная, у меня не больше недели, ты же знаешь. — Поклянись, что не выйдешь. Если я не выпущу тебя сама в течение восьми дней, то ты... — Да, мама, — опустила я глаза, пряча слезы. — Месяц, я помню. Люблю тебя, доченька, помни об этом. Я очутилась в крепких объятиях. — И я люблю тебя. Слезы уже не удавалось сдерживать, и хотя мне казалось, что я выплакала их еще ночью, горюя о смерти папы, но прощаться с мамой оказалось не менее больно. — Беги! — подтолкнула меня вдова графа Дасрези. — Прячься! Я попробую избавиться от него, но... И я побежала. Прочь от пьяных голосов, разносящихся уже по замку, подальше от старшего брата, ненавидящего меня и свою мачеху. Туда, где все готово, где предстоит спрятаться, пока ситуация немного не прояснится. А дальше... Мы с мамой надеялись на лучшее. Только вот и она, и я понимали. Мне не справиться с Гаспаром, не удержать власть. Отца больше нет. Значит, скоро не станет имама. А я... Если за эти восемь дней не успеют приехать стряпчие короля и назначенной короной опекун, то у меня один выход — бежать. Оставлять в живых соперницу Гаспар не станет, подстроит мою гибель мгновенно, я и мяукнуть не успею. Или не подстроит, а просто прирежет. Либо, если не захочет руки марать, то проведу и остаток жизни в самом дальнем храме неумолимой, у подножья горных кряжей. И, разумеется, я сама туда захочу, скорбя о безвременно ушедших родителях. И, конечно же, добровольно откажусь от титула и состояния в пользу единственного близкого родственника. А остаток жизни моей в тех условиях будет совсем недолгим. Мне там не протянуть и двух лет. Либо сама умру, подорвав здоровье, либо мать-настоятельница и сестры заметят мои способности и убьют. Неслышный шелест песчинок казался мне грохотом, сходящий с горловины. Минута за минутой, час за часом, день за днем. Песочные часы безучастно отсчитывали время. Им неведомы людские страсти и переживания. Им безразлично, что каждый их переворот, обозначающий двадцать пять часов очередных прошедших суток, приближает неизбежное. Я отмечала каждый этот переворот на листе, чтобы не заблудиться в безвремении, не потерять представление о том, сколько дней прошло с той минуты, как я забежала в тайный ход. Здесь все было готово для беглянки, прячущейся от единокровного брата, жаждущего денег и власти. Я знала, никто, кроме мамы, меня не найдет и не выпустит. А она знала, что помимо нее некому позаботиться о ее дочери. И, превозмогая страх перед разоблачением и неминуемой смертью, графиня Альенда Дас Рези, сильная магичка, скрывающая свой дар ото всех, чтобы ее немедленно не сожгли, зачаровывала и дверь в тайный ход, ведущий из моей комнаты. И то, что хранилось внутри. Стазис-ларь, забитый едой на месяц. Три стазис-бочонка с питьевой водой. Одеяло и толстый тюфяк, чтобы не отсырели. Книги, которые не позволили бы мне сойти с ума от одиночества в этом темном, замкнутом пространстве. Песочные часы, чтобы они сами переворачивались, ведь я могла заснуть, забыть. Мама продумала все. Даже закуток, отведенный под отхожее место, был прикрыт чарами. И, главное, свет-камень, ровного неяркого сияния которого хватало мне для чтения. Мама рассказывала мне сказки. Точнее, я думала, что это сказки, лишь пока была крохой. А уже лет с пяти стала осознавать, что это истории о тех государствах, в которых нет запрета на магию. Там живут волшебные народы. Эльфы, драконы, оборотни и многие другие. В тех краях магов ждут почет и уважение, а не пытки и мучительная смерть в очищающем огне. В нашем закрытом королевстве, кроме людей, обитало лишь немного гномов. Да и то им позволено держать банки и обслуживать купленные у них механизмы, но не торговать своими другими изделиями или добывать руды и камни. А банковская сфера — это да. Да. Наши правители не желали отказываться от преимуществ банковской системы гномов, так же, как и от механических приспособлений, не содержащих ни капли магии. Другим народам ход к нам в королевство Дагра, чистое от злокозненной магии, был закрыт. Скорее всего, убить ни эльфа, ни дракона не хватило бы сил, но международный скандал вышел бы знатный. Ведь им запрещено появляться на наших землях, а нас, жителей изолированного государства, никто не выпускал в большой мир. Лишь немногочисленные проверенные купцы возили товары через перевалы на юге и севере. Ну и, само собой, беспрепятственно проезжали дипломаты и люди короля. Наше графство располагалось у западных границ Дагры.